Ветер может стать причиной чрезвычайных ситуаций, обрывов линий электропередач, аварий на подстанциях, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций. Особо внимательными просят быть автомобилистов. На дорогах сохраняется гололедица. Вместе с тем, с ветром ожидается плюсовая температура. Просим всех граждан проверить, насколько плотно закрыты оконные рамы. При пребывании на улице внимательно относиться к потенциальным угрозам своего здоровья в виде провисающих веток и надломанных веток деревьев. О всех происшествиях можете сообщить на телефон доверия МЧС по республике Акасия по номеру 299-233. Транспортный коллапс накрыл сегодня Абакан. Горожане не смогли вовремя уехать на обед и с обеда на автобусах. Практически все перевозчики Абакана с 10 утра сняли машины с рейсов. Для муниципальных властей это стало такой же неожиданностью, как и для пассажиров. Тело пропавшего без вести владельца кафе «Туран» обнаружено в его автомобиле около реки Абакан с признаками насильственной смерти. Напомним, 54-летний мужчина пропал неделю назад. Обстоятельства еще предстоит выяснить, но очевидно, что Заргарова убили. Директор одного из абаканских кафе, напомню, пропал неделю назад. В полицию обратился его сын. Во время поиска с вертолета следователи обнаружили в районе Северной дамбы автомобиль пропавшего «Мерседес» представительского класса. При осмотре в салоне автомобиля обнаружено тело разыскиваемого мужчины Заргарова Тимура с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения в области живота. В настоящее время следствием отрабатываются различные версии совершенного преступления, выполняются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для того, чтобы в кратчайшие сроки установить лицо, совершившее данное преступление. Следователи не исключают, что Заргаров мог стать жертвой конкурентов. Стоит также отметить, во время поиска предпринимателей сыщики случайно наткнулись на дрени еще на два трупа. В первом случае это женщина без определенного места жительства, а также тело мужчины. Предположительно, он житель Абакана. Однако еще не опознан. В дачном обществе «Калягинские холмы» разгорелся скандал. Действующего председателя обвиняют в воровстве. Он, в свою очередь, покидать пост не собирается и намерен подавать в суд за клевету. Тем временем на должность защитника прав дачников инициаторы предлагают своих кандидатов. Сегодняшнее собрание для «Калягинских холмов» очередное и в очередной раз бесполезное. Общество разбилось на две непримиримые стороны. Председатели – те, кто им недовольны. Политические страстики пят не первый год. До решения проблем дачных руки не доходят. Напишут на нас, нас проверят. Потом, когда проверили нас, Иванова начинает писать на тех, кто нас проверял. И так все идет по кругу. Сегодня на собрание председатель не пришел, но его свергли единогласно. Доверят председателю, что сорвался поливной сезон. Воды нет, дороги не сделал. В общем, в воровство идет, возят трубы с участков. Взамен противники предложили своего кандидата. К дачам он никакого отношения не имеет. Зато знает, что делать. А делать надо, оказывается, так, чтобы жить стало лучше. Прежде всего, наладить подачу воды. Непосредственно. Потому что без воды, вы понимаете, ни туда и ни сюда. Второй вопрос. Второй вопрос будет, это, я считаю, что это обеспечение все-таки охраны. Почему очевидные проблемы не решил прошлый руководитель, он пояснил. Из-за конфликтов внутри общество теряет деньги. Взносы не платят, наладить инфраструктуру нельзя, люди бросают участки. Надеялись на грант, но его получить не удалось. На софинансирование не хватило денег. Теперь дачники вернулись к своим уже более привычным делам. Только будут не просто ругаться, а спорить в суде. Противники заявят на председателя за воровство, председатель в ответ за клевету. Кстати, решения, принятые сегодня, силы не имеют. Потому как людей на собрание пришло слишком мало. Только 20-я часть. Елена Крылова, Владислав Пустовой, Твести, Хакасия. В минувшие выходные «Саяны Хакасия» провели две игры с новосибирской командой «Сипсельмаш-2». В субботу «Хозяева льда» одержали победу со счетом 6-3. С первой же атакой «Саяны» добились успеха и забили гол. После этого «Хозяева льда» продолжили контролировать ход игры и нагнетать давление на ворота соперников. В одной из контратак новосибирцы заработали право пробить 12-метровый штрафной. Дальше игра проходила в обоюдных атаках. Однако преимущество было у «Хозяев льда». Итоговый счет матча 6-3. Воскресную игру «Саяны» также начали с активных атак. Хотя и новосибирцы старались ответить тем же. Играть на больших скоростях не получалось ни у одной, ни у другой команды. Виной всему стало состояние льда на Абаканском стадионе. В первый зимний день температура воздуха составила плюс 4 градуса. Тем не менее, команды старались добиться победы и доставить удовольствие болельщикам, которых собралось около 100 человек. Итоговый счет 6-1. «Саяны Хакасия» выиграли. Настраиваемся только на победу. Еще строим игру. Должна игра, которая нравилась болельщикам. Не только результат, но и сама игра, смысл какой-то. Это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. После смотрите программу «Наука Хакасии». Отличного вам начала недели. Оставайтесь на канале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова